МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но меня, понятно, больше всего волнует и интересует Самара. Тем более, что и насчет областного центра. Губернатор на своем послании высказывался до нельзя определенные цифры, надо сказать, весьма впечатляющие были озвучены. В Самаре, в Сызрани, Отрадном, Кеннеле, Поквеснево управленческие расходы практически тоже не сократились. В Самаре они втрое больше, чем в Тольятти. Трое больше, чем в Тольятти, в Самаре. Тольятти составляет две трети Самары. Сейчас в Тольятти тоже много. Много особенно в Городской думе расходы большие. И не только в Городской думе. Но там расходы в год примерно 620 миллионов рублей. Значит, если две трети, то в Самаре должно было быть расходов примерно миллиард-миллиард сто. В Самаре сегодня расходы на управление 2 миллиарда рублей. И они за последнее время не сокращались. Только перекачивались или в МУПы, или еще куда-то. А платить надо было все равно бюджетные деньги. То есть Самара должна как минимум миллиард рублей сократить. Я уже Курсову сказал. Мы ни на дороге не дадим, ни на что не дадим. Определим этот источник сокращения и делайте. Ну, на фоне публикуемых-то отчетов, что тут сэкономили несколько миллионов на ГСМ, там несколько миллионов на констоварах, это, конечно, мощно. Расходы же, оказывается, надо резать не в миллионах, а в миллиардах. И приступать к этой неприятной процедуре все же придется. Потому что на послании, обозначая данную тему, губернатор был суров. И появилось ощущение, что те главы, кто будет делать вид, что не услышали или не приняли как руководство к действию вот это все, причем к немедленному исполнению, то будут в будущем не слышать подобное уже не на этой должности. Причем, заметили, да, вот эти вот оговорки, что попытки закамуфлировать траты этой категории под видом деятельности других каких-то муниципальных структур уже не пройдут. Не концы прятать надо, а просто сокращать эти траты. Вариантов тут два. Или муниципальные служащие остаются в нынешнем составе, но получают в два раза меньшую зарплату, что, согласитесь, неприемлемо будет, в первую очередь для по-настоящему ценных специалистов, которые реально и тянут всю работу по ведомствам. Или грядут все-таки мощные сокращения для того, чтобы избавиться от балласта. Коева, согласно общественному мнению, во властных кабинетах у нас тоже предостаточно. Нам, горожанам, ну это в принципе пофиг. Вот нам конечный результат важен, чтобы городская власть работала эффективно и оперативно. И чтобы это не съедало в бюджете немеренных денег, которые можно как раз и пустить на дороге, ЖКХ или там благоустройство. И самый эффективный метод – это сокращение аппарата, который по мере роста просто перестает воспринимать внешний мир и работает сам на себя. Тогда будет и бумаг меньше, и расходы на управление можно будет существенно сократить. И я об этом говорил, и говорил не раз. Вот мне интересно, а чем вообще ограничиваются аппетиты чиновников и ограничиваются ли? Вот разве нет там каких-то обобщенных критериев? Ну пусть назовем это нормативами на содержание одной бюрократической единицы. Вот непонятно, почему одни чиновники могут справляться с поставленными задачами за такие-то вот деньги. А другим на это же нужно самое в разы больше при сопоставимых масштабах и специфике работы. Ну ведь Самара-то, Итальяти, очень схожие во многом города. При том, что Итальяти-то, конечно, тоже не эталон рачительности, как отметил Николай Иванович. Ну хоть какой-то это реальный ориентир. Хотя бы вот до этих параметров чиновников Самары надо вот ужимать им самим в плане содержания. Миллиард, миллиард сто миллионов – это пока вот предел для Самары. Вот это вопрос повышения эффективности работы и всей системы в целом, и КПД каждого служащего в частности. Какой в итоге выберут вариант оптимизации и как будут справляться с поставленными задачами? Ну посмотрим.